Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Читая ваш текст и, собственно, держа в голове то, что вы спрашиваете, я думал о том, как, собственно говоря, буду отвечать вам. Ведь, по сути, вам, наверное, уже ответили эксперты, в частности, Кудрячев Игорь Леонидович, в частности, другие, вот, и, наверное, раскрыли уже, если не все, то большинство возможных, как бы, нюансов в вашей ситуации. Либо вы согласились с этим и начали работать, либо нет, ну, тогда, наверное, мне тоже бы смысленно что-либо говорить. И я решил ответить вам в контексте своих ощущений и в контексте своего, наверное, подхода, который мне близок и который я использовал для взаимодействия и помощи людям. Когда я читал ваш вопрос, ваш текст, мне хотелось спросить у вас, задать вам такой вопрос, как бы, ну, встречный, наверное, вопрос. Правильно сказать будет. Что вам еще интересно, помимо мужчин? Ну, что у вас есть еще в жизни интересного, вдохновляющего, волнующего, волшебного, не побоюсь этого слова? Что вас вдохновляло бы, вдохновляло бы настолько, что вы готовы были бы, ну, скажем, днями, ночами напролет этим заниматься. Вы знаете, вы знаете, есть такое чувство, что ваша жизнь, она пуста, хотя, наверное, и, скорее всего, это не так, но чувство, что ваша жизнь вам не интересна, меня не покидает. Поэтому хочется спросить, вот, вам интересны, ну, допустим, мужчины на данный момент? А что, что еще, еще? Вот вы говорите, что работаете, вот, а что вы делаете на своей работе? Интересно ли она вам развивает, если вы в ней, ли вы в ней в своей работе, я имею в виду? Ну, как-то, вот, достигаете ли нового чего-то в своей работе, опять же? Что у вас интересного в жизни, помимо мужчин? И насколько это вам интересно? Это первое, первое, что мне хотелось у вас спросить. Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что меня не покидало ощущение, что все время, все взаимодействие с мужчинами, вот, все взаимодействие с мужчинами, вот, все взаимодействие с мужчинами, которые, ну, происходят, которые вы описываете, вот, они построены на попытке кем-то быть, ой, то есть кем-то не казаться, простите, пожалуйста, кем-то казаться. У меня нет ощущения, у меня нет такого чувства, если угодно, что в отношениях с мужчинами вы настоящие. У меня такое ощущение, что вы, мягко говоря, пытаетесь быть с кем-то другим, какой-то другой. То есть вы пытаетесь, ну, не знаю, соответствовать образу женщины, которую, ну, вы себе нарисовали, но отчаянно вы не проявляете себя настоящей. А ведь именно то, какая вы настоящая, могло бы помочь вам сделать ваши отношения более живыми, более искренними, более теплыми. Более, если можно так выразиться, более интимными. То есть мне кажется, что вы пытаетесь кого-то строить из себя в отношениях с мужчиной. Боитесь своих чувств, боитесь своих ощущений, боитесь своих эмоций, боитесь своих переживаний, боитесь своих, 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 ну, не знаю, своих реакций может быть боитесь. Мне так сложно, сложно сказать. Вот. И... Это тоже очень важный момент. Понимаете? Понимаете? Какая штука. Потому что это то, что на вас влияет. Вы не являетесь собой. Вы ни много ни мало боитесь саму себя, боитесь своих реакций. Вот. Вы, очевидно, боитесь, ну, боитесь, как мне кажется, в отношениях быть настоящей. Ну, вот, скрываетесь, пытаетесь следовать образу, и в итоге, как бы, отношения сплошные, получается, ап. Где вы должны постоянно, условно, там, говоря, играть какую-то роль, но, да, при этом, при этом, как бы, эта роль, эта роль вам, ну, бесконечно, бесконечно тяжела. Вот. Ну, назовем это так. Вот. А, конечно, то, что вы навязываетесь мужчинам, то, что вы, ну, пытаетесь вступить в мир, в отношениях, связаны, на мой взгляд, с вашими потребностями. Вот. Ну, то есть, то есть, ваши потребности, которые есть у вас, вы пытаетесь, ну, реализовать, через мужчину. Вот. Ну, например, вы говорите, допустим, о том, что вам обидно бывает в некоторых ситуациях, вам неприятно бывает в некоторых ситуациях, и это, конечно, свидетельствует, ну, свидетельствует о том, что вы пытаетесь, вы пытаетесь в отношениях реализовать, некоторые, некоторые, некоторые свои потребности. Вот. Вопрос заключается только в том, какие. Вопрос заключается в том, какие потребности вы пытаетесь реализовать, то есть, ну, вот именно, что конкретно вы пытаетесь реализовать, какая борьба внутренняя у вас происходит, какой конфликт, если угодно происходит. Вот. Вот. Что это за конфликт? Ну, у вас ведь очевидно же, да, что конфликт, конфликт ваш, вот. Например, вы, ну, допустим, не знаю, боитесь одиночества, допустим, или вы чувствуете себя неполноценным, когда вы без мужчины, или вам важно иметь, ну, там, какого-то мужчину определенного для того, чтобы... чувствовать себя, не знаю, хорошо, комфортно, и так далее, и так далее. Вот. То есть, это такая, как мне кажется, достаточно серьезная вещь. Вот. Вот. Если, ну, если мы говорим, опять же, про то, что делаете вы, и получается, ну, по крайней мере, пока что, получается такая штука, что вам очень важно мужчина, потому что... как бы на нем сосредоточено много ваших желаний, много ваших потребностей, и, естественно, вы эти потребности пытаетесь удовлетворить. Мне кажется, что это, ну, как минимум, минимум это нормально. Другой вопрос. Осознаете ли вы эти потребности, и осознаете ли вы, что мужчину вы видите, к сожалению, исключительно только как мужчину. Вы не видите в мужчине личности, вы не видите в мужчине человека, вы не видите в мужчине, по сути, никого, кроме представителя пола. И подобные ограничения, подобные ограничения, я бы сказал, подобные искусственные ограничения, не идет вам на пользу. Как оно не идет на пользу никаким отношениям, оно не идет на пользу абсолютно любым отношениям, не только вашим. Поэтому важно понять, какие конфликты и противоречия вы решаете в отношениях, и, конечно же, какие желания вы пытаетесь реализовать выбираемый сил. Следующий важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что вы говорите, что мне важно проявлять инициативу. Мужины, которые бегают за мной, мне не так что прям интересно. А когда я проявляю инициативу, то это куда более интересно для меня. Что здесь хочется сказать? Ну, для начала, наверное, то, что хочется сказать, то, что вы очевидно пытаетесь что-то доказать. То есть, во-первых, вы не верите, вероятно, в то, что можете быть привлекательным. То есть, когда мужчина проявляет инициативу, вы не верите в то, что вы нравитесь. Как мне кажется, по крайней мере. Это первое. Второе. Вам важно завоевать. Сумпатию завоевать. Ну, не знаю, как это сказать. По-корестному. Вам важно завоевать мужское внимание. Вероятно, так. Вам важно завоевать именно того мужчину, который вам нравится. И если это так. Если вам важно завоевать того мужчину, который вам нравится, то волей-неволей возникает следующий вопрос. А какие мужчины вам нравятся? А нравятся вам мужчины, которые на серьезные отношения не готовы. Почему? Потому что, во-первых, это, скорее всего, будет означать, что вас приняли, а вы не верите, что вас можно принять. Вы, ну, вот как, вы не можете быть с собой в контакте с мужчинами, да? То есть, вы не можете сказать, например, человеку, что, ну, не знаю, что вам больно, что вам тяжело, что вы чувствуете себя как-то плохо, что вы удивили. И так далее. Этого слова вы сказать не можете. Вот. Ну, вот получается, что близкие отношения вы не выстраиваете. Вы брать мужчину, который близкие отношения не выстраивает, так же. Вот. И с ним важно завоевать его внимание, завоевать его доверие. Почему? Потому что вам нравятся мужчины определенного типа. которые вас дополняют. Таким образом, вы надеетесь сделать себя более, ну, полной, более цельной. Но, правда, в том числе, что ни один человек на свете более полный и более цельный сделать вас не способен. Кроме моего сам ПРОМОТОР, то есть, того чтобы, э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-ээ-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Нужно двигаться в сторону обречения собственной целотности. Мне кажется, ну так, вот, такой вот момент. Дальше, значит, следующее, на что хочется обратить ваше внимание. Это в конце. Ну, то есть, вот, в конце вашего текста, вот, вы пишите, я чувствую себя униженным. Вот. Значит, я не хочу сидеть, лазару, как-то эта дорога ко мне никто никогда не пройдёт. Эм, во-первых, почему вы так решили. К вам никто никогда не подойдёт. Может быть, в вашем, эм, ну, повече-поведении в таком случае есть что-то, что отталкивает, например, людей или что, ну, заставляет их думать, что вы неприступны. Это первое. Эм, и второе, дело не в том, кто кому подходит. Дело в том, кто что делает. Понимаете? Эм, вы, эм, через мужчин пытаетесь решить свои проблемы. Эм, мне не кажется, что это, эм, хорошая идея. Потому что вы обесцениваете себя таким образом, к сожалению. Поэтому здесь нужно немножко иначе. Расширять круговор восприятия мужчин. И тогда всё потихонечку у вас, эм, скорее всего, наладится. Конечно, если вы будете над собой работать. То есть важно, эм, важно почувствовать то, какая вы женщина. Важно ощутить это, какая вы женщина. И ощутив это, научиться пользоваться. Тогда и золотая середина тоже будет. Вот это всё. Поэтому, эээ, ваш, эээ, текст это, по большому счёту, запрос на терапию. Это заброс на работу над собой. Это заброс над всеми теми нюансами, которые я озвучил. Вот. Ну и над теми нюансами, что вот вы пишете, да? Ну, значит, я неоднократно бегал за парнями. Эээ, они действительно поначалу заинтерес... Эээ, смотрят на меня. Зато, когда напишу, ничего не выходит. Остаётся унижение. Унижение. Эээ, унижение не остаётся. Унижение в вас присутствует. То есть, эм, если... Человек допускает, например, что он, ну, в принципе, эээ, в принципе, может быть эллижен. В принципе, если человек такой допускает, то он будет действовать... Он будет действовать. Эээ, исходя из... Того, что он может быть унижен. А не... Исходя из того, как он хочет поступить. Понимаете? Таким образом, получается, что вы не совсем искренне. Таким образом, получается, что вы не совсем, эээ... Являетесь... Собой в этой ситуации. То есть, проблема унижения. Проблема в том, что я ниже, ниже, ниже... Там, ну, словно говоря, а другие люди выше. Она присутствует. Проблема, эээ... Чувствования, я бы сказал, эээ... Своей... Ценности. Вот. Ну, ощущения своей ценности. Понимаете, да? Это всё довольно важно. Мужчина, не мужчина. Присутствие мужчины, как присутствие другого человека, эээ... Не сделают вас более ценно. Это невозможно. Это невозможно. В принципе, да. Хорошо. Вот. Но... Если вы... Вот эту ценность... Постараетесь увидеть... Себе... Сами. Сами. Сами в себе. То... Ситуация может... Эээ... Быть... Куда более... Эээ... Привлекательный... И лучший... Для... Вас... Эээ... Чем... Вот... То, что... Ну... Происходит... С вами... Как мне... Ка... Кажется. В... Важно, чтобы... Вы... Захотели... В этом направлении двигаться. Важно, чтобы вы... Захотели... В этом направлении работать. А... В том числе и... Над... Собой. Понимаете? Какая... Штука. Если... Вы... Думаете, что... Эээ... Есть... Какой-то... Ну... Такой... Вот... Ответ... На... Ваш... Вопрос... Как вам сказать... Как... Ну... Короткий... Если вы думаете, что есть ответ на ваш вопрос... Эээ... Такой... Что называется... Ээ... Легкий... Однозначный... Да я должен вас огорчить... Такого ответа не существует... Потому что... Ваша жизнь это... Система... Которая действует из множества элементов... И... А... Чтобы... Изменилось одно... Нужно изменить... Все... Если... Изменять только один элемент... То... Система... Следует... Законам... А... Просто-напросто... Вернет вас... Ну... Туда, где вы были... А... Я... Я не думаю... Ну... По крайней мере... Надеюсь... Что вы этого... Надеюсь... Что вы этого не хотите... В... 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 Если вы этого не хотите... То... Эээ... Нужно... Ну... Нужно... 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 Начать... Со... Своей... Жизнь... Но... Я предлагаю вам... Эээ... Ориентироваться... Не на... То... Чтобы... Сменять... Свою жизнь... Это... Звучит... Странно... Звучит... Очень... Тяжело... И... Мы... Совершенно правы... Нереалистично... А вот... Начать... Разбираться... В своей... Своей... Жизни... Начать... Изучать... Ее... Следовать... Ее... Это... Уже... Куда... Более... Мне... Хочется... Верить... Интере... 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 О... Понимательно... То есть... Иными словами... А... Если... Вы... А... Будете... Интересоваться... Свои... Своей... Жизнью... Если... Вы... Сейчас... Будете... Интересоваться... С собой... Просто... Интересоваться... Хотя... Без... Обязательной... Истории... Про... Перемены... Вот... То... Ситуация... Может... Стать... Гораздо... Лучше... Ведь... Ведь... Когда... Я бегаю за кем-то... Если... Я не интересен... Себе... А когда я... Не бегаю за кем-то... Точнее... Когда я могу... А... 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 Когда я могу... Не бегать... За кем-либо... Когда я себе интересен... Вот... Когда я слишком занят... Собой... Чтобы за кем-то бегать... Все здесь... Достаточно... Просто... Вот... Дальше... Вы пишите... Я по натуре немного хищница... Мне кажется... Мне интереснее... Когда парень немного равнодушен... А... Одно дело... Если у вас... Темперамент... Такой... Если вы... Эмоциональный... И нетерпеливый человек... Но... Дело в том... Что за свою темпераментность... Здесь... Вы... Как мне кажется... Кажется... Расплачиваетесь... Негативными... Эмоциями... Чувствами... Переживанием... Переживанием... И болью... То есть... Одно дело... Если вы... Поступаете... Так... Как поступаете... И вы... Готовы за это платить... И... Другое дело... Когда вы... Поступаете... Так... Как поступаете... А вот... Платить за это... Вы не готовы... Понимаете? Такая вот... Эстон... Это... Очень... Важный... Мам... 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 Вот такой ответ... Я надеюсь... Можно... Вам... Дать... У меня получилось... Немного... Развернуто... У меня получилось... Немного... Пространно... Но я надеюсь... Что вы... Уловили основную мысль... Что... Главное... Не мужчины... Главное... Не мужчина... Ваша жизнь... Главное... Вы... И... Поработать над... Тем... Ну... Чтобы вы стали... У себя... На первом месте... Вот... Основная... Задача... В этом все... Я надеюсь... Что... Помог вам... Я желаю вам... Совершаемого... Доброго... И удачи... Ну... Продолжение следует...